Деление на три Давайте вспомним, чем мы занимались на прошлом уроке. Правильно, мы с вами составили таблицу деления числа 3, а также учились ее применять при решении примеров и задач. Сегодня на нашем уроке мы с вами будем закреплять умение решать задачи и числовые выражения с умножением и делением на 3. Но для начала давайте с вами вспомним, какие правила мы знаем про умножение и деление. Я предлагаю вам поиграть в игру «да-нет». Умножение – это сложение одинаковых слагаемых. Да. Числа при умножении называются первый множитель, второй множитель, произведение. Да. Действие умножения связано с действием вычитания. Нет, конечно. А с каким действием связано действие умножения? Правильно, с действием деления. Результат деления называется частным. Да. Существует переместительное свойство деления. Конечно же нет. Существует переместительное свойство умножения. Числа при делении называются делимое делитель частное. Да. Все эти правила помогут вам сегодня при решении наших различных заданий. Предлагаю вам выполнить задание из учебника на странице 93 номер 1. Выпишите только верные равенства. Для того, чтобы узнать, какие равенства верные, а какие неверные, вам необходимо решить данные выражения. Обратите внимание, что выражения, записанные слева, имеют два действия. Первое действие мы должны выполнить – умножение, а затем – сложение и вычитание. Итак, первое выражение. 3 умножить на 5 получается 15. 15 плюс 3 – 18. Считаем справа. 3 умножить на 6 будет 18. Итак, 18 равно 18. Мы нашли с вами первое верное равенство. Разбираем второе. 3 умножить на 4 – 12. 12 плюс 3 – 15. Считаем справа. 3 умножить на 7 – 21. 15 меньше, чем 21. Значит, нам не подходит данное равенство. Третье. 3 умножить на 8 – 24. 24 минус 3 – 21. А 3 умножить на 7 тоже будет 21. Значит, мы нашли еще одно верное равенство. Считаем дальше. 3 умножить на 9 – 27. Минус 3 будет 24. А 3 умножить на 6 – 18. Сравниваем. 24 больше, чем 18. Не подходит. Считаем следующее. 2 умножить на 6 – 12. Плюс 2 – 14. А 2 умножить на 8 – 16. 14 меньше, чем 16. И оставшееся последнее выражение. 2 умножить на 6 – 12. Минус 2 – 10. А 2 умножить на 5 – тоже будет 10. Итак, мы нашли третье верное равенство. А сейчас я предлагаю вам найти решение к данным задачам. Итак, задача первая. В саду 24 яблони в 3 ряда. Сколько яблонь в одном ряду? Итак, решение данной задачи. 24 разделить на 3 получается 8. 8 деревьев было в одном ряду. Вторая задача. В куске 10 метров ткани. Из этого куска сшили несколько платьев. Расходуя на каждое 2 метра ткани. Сколько сшили платьев? Как решим задачу? Правильно. Нужно 10 разделить на 2. Получается 5. И последняя задача. В одной коробке 6 фломастеров. Сколько фломастеров в 3 таких коробках? Вы, наверное, догадались, что данную задачу мы решим действием умножения. Нужно 6 умножить на 3. Получится 18. А сейчас давайте рассмотрим задание на странице 94 номер 4. Вам необходимо решить уравнение и найти значение х. Итак, рассматриваем первое уравнение. 24 плюс х получается 24. Нам неизвестно второе слагаемое. Вспоминаем. Чтобы найти второе слагаемое, надо от суммы отнять первое известное слагаемое. 24 минус 24. Х равен нулю. Второе уравнение. 8 умножить на х получается 16. Нам неизвестен второй множитель. Помните, чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известный множитель. 16 разделить на 8 получается 2. Х равен 2. Следующее уравнение. Х минус 6 получается 0. Нам неизвестно уменьшаемое. Чтобы найти уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое. 0 плюс 6 получается 6. Х разделить на 2 получается 4. Нам неизвестно делимое. Чтобы найти делимое, нужно частное умножить на делитель. 4 умножаем на 2 и получается 8. Х умножить на 5 равно 10. Чтобы найти неизвестный первый множитель, делим 10 на 5 и получаем 2. И последнее уравнение. Х разделить на 3 получается 6. Нам неизвестно делимое. Для этого 6 умножаем на 3, получается 18. Ну а сейчас нужно сравнить числовые выражения и поставить знаки больше, меньше или равно. 3 умножить на 4 получается 12. Считаем выражение справа. 3 умножить на 3. 9. Если к 9 прибавим 3, то получится 12. Делаем вывод. 12 равно 12. Идем дальше. 3 умножить на 5. 15. 15 минус 3. 12. 3 жды 4. 12. Сравниваем. 12 равно 12. 3 умножить на 2. 6. 6 плюс 3. 9. А 3 умножить на 5. Получается 15. Сравниваем результаты. 9 и 15. Делаем вывод. 9 меньше, чем 15. И последний пример. 3 жды 3. 9. 9 минус 3. 6. А 3 жды 4. 12. 6 меньше, чем 12. Ребята, вы хорошо сегодня поработали на уроке. Наш урок подходит к концу. Давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами закрепили знания таблицы умножения и деления на 2 и 3. Решали примеры задачи и уравнения. А также сравнивали числовые выражения. Я думаю, все эти знания помогут вам легко и быстро справиться с домашним заданием. На странице 93 вам нужно выполнить номер 2, в котором решить примеры. И номер 4, где вы должны будете решить задачу. Спасибо, ребята, за внимание. До свидания. Здравствуйте, ребята. Тема нашего урока – число имен прилагательных. Определяю я предметы. Они со мной весьма приметны. Я украшаю вашу речь. Меня вам надо знать, беречь. О чем идет речь? Об именах прилагательных. Вспомним, что такое имя прилагательное. Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопрос «Какой?», «Какая?», «Какое?», «Какие?» называются именами прилагательных. Рассмотрим словосочетание. В чем заключается различие этих словосочетаний? На какие вопросы отвечают слова из первого столбика? «Какой?», «Какое?», «Какая?». На какие вопросы отвечают слова из второго столбика? «Какие?». В каком числе употреблены существительные и прилагательные в каждом столбике? В первом столбике – в единственном числе по одному предмету, а во втором – во множественном числе по несколько предметов. Давайте с вами рассмотрим упражнение 158 на странице учебника 92. В каком числе употреблены имена существительные и имена прилагательные в каждом столбике? Рассмотрим. Колокольчик «Какой?», «Синий». Колокольчики «Какие?», «Синие». Облако «Какое?», «Белое». Облака «Какие?», «Белые». Бабочка «Какая?», «Красивая». Бабочки «Какие?», «Красивые». На какой вопрос отвечают имена прилагательные в единственном числе? Какой?», «Какая?», «Какое?», «А во множественном числе?» «Какие». Какая часть слова указывает на то, что число имени прилагательного изменилось? Окончание. Что менялось в имени прилагательном в первом и во втором столбике? Менялась форма слова. Ребята, вы заметили, что имя прилагательное каждого словосочетания стоит в том же числе, что и имя существительное? Прочитаем правило на странице учебника 92. Имена прилагательные в единственном числе обозначают признак одного предмета и могут отвечать на любой из данных вопросов. Какой?», «Какая?», «Какое?». Имена прилагательные во множественном числе обозначают признак нескольких предметов и отвечают на вопрос «Какие?». Имена прилагательные употребляются в том же числе, что и имена существительные, с которыми они связаны по смыслу. Выполним упражнение 159 на странице учебника 93. Прочитаем, а заглавим текст. Голубой месяц март, голубое небо, снега голубые. На снегах тени, как синие молнии. Голубая даль, голубые льды, голубые на снегу следы. Голубые перелески, голубые канавы, первые голубые лужи и последние голубые сосульки. А на горизонте синяя полоска далекого неба. Весь мир голубой. Попробуем озаглавить. Что у нас получится? Голубая пора. Почему автор назвал март голубым? В каком предложении выражена главная мысль? Автор назвал март голубым, потому что в этом месяце вокруг преобладает голубой цвет. Главная мысль выражена в предложении. Весь мир голубой. Как определить, в каком числе употреблено каждое имя прилагательное? Имена прилагательные употребляются в том же числе, что и имена существительные, с которыми они связаны по смыслу. Попробуем над именами прилагательным указать число. Найдем имена прилагательные с именами существительными. Март. Какой? Голубой. Единственное число. Небо. Какое? Голубое. Единственное число. Снега. Какие? Голубые. Множественное число. Молнии. Какие? Синие. Множественное число. Даль. Какая? Голубая. Единственное число. Льды. Какие? Голубые. Множественное число. Следы. Какие? Голубые. Множественное число. Перелески. Какие? Голубые. Множественное число. Канавы какие? Голубые, множественное число Лужи какие? Голубые, множественное число Сосульки какие? Голубые, множественное число Полоска какая? Синяя, единственное число Леса какого? Далекого, единственное число Мир какой? Голубой. Единственное число. Справились с этим заданием. А теперь домашнее задание. Упражнение 160 на странице 93. Спешите, подчеркните имена прилагательной волнистой линии. Определите их число. Составьте рассказ о своей маме, бабушке, сестре, тете. Урок окончен. Спасибо за работу. До свидания. Добрый день, дорогие ребята. На прошлом уроке мы с вами изучали нашу страну на карте. Я предлагаю вам разгадать кроссворд, чтобы проверить, хорошо ли вы усвоили пройденный материал. Для этого нужно отгадать мои загадки. Шириною широко, глубиною глубоко. День и ночь о берег бьется. Из него воды не льется, потому что невкусна и горька, и солона. Я думаю, что вы догадались, что это море. Он и летом, и зимой, между небом и землей. Хоть всю жизнь к нему иди, он все будет впереди. Горизонт, ребята. На ладонь он ляжет весь. Не часы, а стрелка есть. Он в дороге пригодится, с ним нигде не заблудиться. Это такой прибор специальный, ребята. Называется он компас. Я ходил по разным странам, плыл по рекам, океанам, по пустыне шел отважно, на одном листе бумажном. Догадались, это карта. Снег чернеет на поляне, с каждым днем теплей погода. Время класть в кладовку сани. Это что за время года? Догадались, весна. В белый цвет оделся сад. Пчелы первые гудят, кром загрохочет. Угадай, что за месяц это? Май. Если вы все правильно отгадали, у вас появилось выделенное слово. Прочитайте его. Москва. Вы догадались, о чем мы сегодня будем говорить? Тема сегодняшнего нашего урока – путешествие по Москве. Город Москва – столица нашей Родины. Город был основан более 850 лет назад на берегах Москвы-реки. Город основан в 1147 году. В начале все строения были деревянными. Позже в Кремле стали появляться каменные строения. При князе Дмитрии Донском поднялись стены и башни из белого камня. И Москву стали называть белокаменной. Основателем Москвы стал князь Юрий Долгорукий, которому в центре теперь установили памятник. У города есть свой керк, флаг и гимн. На гербе Москвы изображен всадник с копьем, поражающий змея. Это святой Георгий Победоносец. Флаг города – это полотнище красного цвета с изображением керба Москвы. Гимн города принят правительством Москвы от 5 июля 1995 года. Автор слов гимна – Марк Лисянский и Сергей Огронян. Композитор – Исаак Тунаевский. Называется этот гимн «Дорогая моя столица». Общий вид Москвы можно рассмотреть на плане. План – это чертеж местности. На плане Москвы хорошо видны главные улицы города. Река Москва – Московская кольцевая дорога. Пользуясь планом города, достаточно легко можно проехать или пройти туда, куда вам необходимо. Москва – огромный город. В нем около 4 тысяч улиц и площадей, проспектов и переулков, бульваров и парков. В нашей столице много достопримечательностей. Старинные здания граничат с современными. Ребята, давайте посмотрим центр нашего плана. Что является главной достопримечательностью Москвы? Правильно, ребята, это Московский Кремль. Но о нем мы поговорим на следующем уроке. А сейчас давайте рассмотрим некоторые достопримечательности города Москвы. Кремль, Красная площадь, Исторический музей, Успенский собор, Большой театр, Третьяковская галерея, ВДНХ, Арбат, Главная улица Москвы, Московский государственный университет, Останкинская телебашня, Метро, Театр зверей Дурова, Цирк на Цветном бульваре, Зоопарк. Чтобы просмотреть всю красоту Москвы, одного урока недостаточно. Поэтому попробуйте по интернету пройти это путешествие виртуально. Я думаю, вам понравится. А вспомнить все то, что мы сегодня услышали на уроке, вы сможете, посмотрев ваш учебник на вашей страничке. До свидания, ребята! На новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова